Всем привет, друзья! У нас с вами игра с основного аккаунта. Буду играть против игрока с никнеймом MacLife. Это 2300-2400 игрок. По-моему, он из Марокко. Вот, но я точно не уверен. Скорее всего, Марокко. Вот, мне кажется, я с ним еще когда-то играл на вубли. И, собственно, сразу у нас с вами первая игра, ребят, на карте Арабия. Постараюсь прокомментировать как можно больше. По идее, уровень у этой игры должен быть хороший. Я зафорсил пик цивилизации в этой игре. Я взял славянам, мне показалось, что славянам будет интересно. Вот, совсем не ожидайте здесь бояр. Хотя, кстати, против Малицы, возможно, бояре и алибарды это очень клевая композиция. Может быть, мы до них и доживем. Но пока моя цель это просто хорошо сыграть раннюю стадию, да и в целом просто хорошо сыграть игру. Вот, может быть, местами надо будет много концентрироваться, потому что оппонент сильный. Но, опять же, попробуем эту рубрику, посмотрим, как и вам тоже понравится, не понравится. Будем все с вами пробовать. Ну, вообще, всем хорошего денечка. Тут все еще, блин, промокетчу, не подвину, но ничего страшного. Ничего. Я сейчас, наверное, оленя подведу и попиксим. Ну, как оленя, горного козла. Так, ну что. Малицы, одна из сильнейших цивилизаций в данный момент. За нее будет играть мой оппонент. Собственно, неудивительно. Я бы тоже бы, если поднимал бы рейтинг, бы рад выбрать сильнейшую цивилизацию. В случае, если мой оппонент не захочет играть рандомом. Поэтому все закономерно. Мы будем играть за славян. У славян есть некоторые приколюхи. Но основная, кстати, проблема, почему я еще довольно положительно смотрю на этот матчап. Потому что у славян есть большая проблема. Они не могут драться, по сути, против сильных лучников. Ну и, как правило, там у сильных лучников бывает что-то против анагров. Там, условно, у британца просто далеко стреляют, да? У эфиопа какого-нибудь... У эфиопа какого-нибудь... Эти сильные... У эфиопа сильные пушки. Правильно, они убивают анагры. Поэтому славян как бы имеет отсадку. В ТГ он, в принципе, может против лучников играть. Но в один-в-один это все, ну, дико невыгодно по золоту. Очень сложно играть против... Короче, очень сложно играть в некоторых ситуациях. Так, тут я маленько ошибся. Ничего страшного. Нужно было идеальнее, наверное, все убить. Так, сейчас подманем третьего олененка. Вообще у нас получается... Получается, да. Хочу я поделать скаутов. Почему еще скаутов? Потому что хочу попробовать побольше прокомментировать. Комментировать от скаутов как раз, как правило, такая, знаете... Макроигра, размеренная. Всегда есть много чего объяснить. И чаще мы будем реагировать. То есть, по идее, есть вероятность, что у меня получится очень красиво раскрыть геймплей. Именно делая скаутов. Так, хорошо. По крестам у нас все неплохо. Надо собрать, наверное, этих овечек, которых мы нашли. Овечек собрать на базу. Разведываем здесь все черненькие вот эти вот места. Да, два домика, три на лесе. Билдордер у нас плюс-минус стандартный. Не буду делать ни ранний драж, ничего. В принципе, Малиец тоже из цивилизации, которая вполне может сделать... Вполне может сделать скаут раж. Вот я думаю, что мне скаута на скаута, в принципе, против Малицы комфортно играть. У него пик силы будет именно в замковой эпохе. Когда у него появятся, во-первых, верблюда. Во-вторых, у него, ну, сильно заткелется его экономика. Там надо много зданий ставить. А у него как раз скидка на все здания по дереву. Блин, неудачно немножко, что не веду каба. Так бы я бы идеально, наверное, в тайминг бы подвел. Хотя, может быть, и сейчас будет хорошо. Вот, там будет много скидок по дереву. На два ТЦ сразу. Да, вообще, на все, на все, что нужно. Два ТЦ. Монастырь появляются верблюды. Поставил, если он лучниками играет университет. Быстро апнул баллистику с бонусом. Короче, все жестко. Малеец в ранних дамках суперская цивилизация. Вот, а у меня, наверное, как раз-таки эти ранние замки... Единственное преимущество, что эти ранние замки должны раньше наступить. Так, я уже накосячил. У меня будет поздний переход. Поп-20. Да, мой оппонент уже нажал переход. Надо сейчас постараться по-быстрому понять, что он делает. Чтобы скаутом с его базы убежать. И чтобы он под свой переход в феодальную эпоху просто за бесплатно не забрал у меня скаута. Так, ну, я думаю, да, у него есть. По нему мы тут особо ничего не поймем. Ну, по крайней мере, не поймем, на какой популяции точно он обнажал. Ой, он уже здесь. Это, кстати, неплохо для меня. У меня есть минута здесь с ним поразмениваться. У меня есть минута здесь с ним поразмениваться. Вот, плюс ему сейчас надо будет контролить, чейзить меня. А, или он оленя будет подманивать. Так, ну, он, возможно, прям скоро перейдет. Ой, как здорово. Еще парочку тычек дал. Пойдемте к горке. Я думаю, что вокруг горки я смогу там чуть-чуть поиграться, как-то повыигрывать время. Смогу. Поэтому я просто буду тут стоять. Он, по-любому, сейчас раньше перейдет. Может быть, убьет моего скаута. Но и с другой стороны, он же тоже не может быть уверен, что он раньше апнется. У него сейчас уже меньше хитпоинтов. Поэтому есть большая вероятность, что он на самом-то деле просто побежит меня искать. Да. Хайк. Он перешел. Я думаю, я не боюсь. Даже если у меня скаут умрет, у него останется мало хитпоинтов. Поэтому, в принципе, это не страшно. Давайте здесь немножечко поблокируем. Все, отлично. Это конюшня. Что у него по карте? Сможет ли он ее полностью закрыть? Давайте чекнем вот эту зонку. Потому что, если он сможет полностью закрыть, то мне, наверное, тоже надо будет закрываться. А если не сможет, то мы просто будем сейчас оба делать скаутов. Вот. И, в принципе, у меня передали за счет быстро работающих ферм. Бонус, ну, не то чтобы, а прям сильно хуже, чем его. Так, а он здесь, походу, очень открыт. Да, у него форвард золото. Да. А, я, наверное, буду флуд скаута в этой игре пока что намечаться делать. Давайте так, как я позже перешел. Сделаем вот так. Блин, вообще дом тут не нужен. А вот стенка бы пригодилась. Сделаю, да, пику заранее. Может быть, даже сразу две. А что, у меня рессы есть? А, хотя нет. Вот так рессов нет. Так рессов нет. Я думаю, он не побежит до здания. Он побежит, скорее всего, куда-то вот сюда. Вот мы его здесь спит уже и ждем. С пикой там мы его уже ждем. Тут у нас два скалта готовы, если что, его встречать и все. Теперь мы фармимся. 25 из 40 по домикам. Смотрим на миникарту, не отвлекаемся. Смотрим на миникарту. Все, отлично. На скаутов нам пока хватает. Сейчас мы пока что просто себя комфортно чувствуем. Дефаемся. Нанести урон он нигде не может. Вот тут можно будет, кстати, закрыть. Если я очень захочу. Ну и сейчас уже слегка плоховато, что я его не готовлюсь атаковать. Но опять же, у меня нон-стоп скаутов. Я вроде бы защищен. Здесь, конечно, у него уже может прибежать 4 скаута. Забрать у меня пику. Вот. Поэтому сейчас мой следующий, наверное, ход. Это я расположу скаутов уже чуть больше внутри, чтобы я наверх мог успеть. Сделаю вторую пику. И в какой-то момент здесь сейчас буду искать момент, когда я могу на него напасть. Вот. Мне было бы очень здорово таких вот скаутов увидеть. Так, все, вторая пика есть. Он все еще может под ягодами ко мне забежать, да? Давайте какой-то задел под стенку тут начнем делать. Побежали. Так, по счету вообще показывает, что у меня лучше. Не то, чтобы я в этом так уверен. Так, ну погнали. Посмотрим. Есть вероятность, что он тоже дефается. Если я его сейчас в обороне найду, это вообще прекрасно. Так. Пику делает на порог. Я думаю, я попробую ее забрать. Так, а что со счетом у него? Почему такой счет маленький? А дырка? Нет? Блин, он все закрыл. Берили. Так, мы тогда, возможно, пойдем на форвард сейчас. Прям возьму крестьян и пойду форвард. Такой немножко хера стайл у меня получится. Классно, я там за контролем, мне кажется. Приказание. Ааа, воняна, приказание, асс делай. Да, прикрав делай. Угу, блин. Ладно, давайте пики отправим на форвард, а тут реально скаутами будем дефаться. Так. Блин, неужели он добывает какое-то золото внутри? Блин, мы пойдемте туда-туда. Потому что мне-то именно золото ему надо отбивать. Блин, как же он ошибался, да? Асс готова. Приказание. Выждите. Правильно. Готов. Приказание. Правильно. Приказание. Тот часть правильного. Блин, как же он ошибался, да? Асс готова, приказание. Пипец, у меня и крестьян поубивал. Приказание вашим услугам. Асс готова. У меня и крестьян поубивал, а что больно, что я скаутов же потерял очень много. Да, все стало резко плохо. Либо он видит, что я на камне, я сейчас иду в форвард, который ничего не делает, а он сделал очень мало скаутов, поэтому он может вообще переход нажать очень быстро. Более замолиться. С ранним-то переходом. Так, у нас пика. И проблема, что я потерял скаутов, я же скаутами должен именно пробивать его, и здесь был плохо. Здесь же есть дырка, да? Здесь проходик. Ну да. Блин, будет прикольно, если он еще вышел на другую голду. Ладно, он много закрывал, да? Я не очень понимаю, есть ли тут лесопилка, наверное, есть. Но если нет, это, конечно, океас. Ладно, ничего страшного. Так, как мы играем? Я не ожидаю от него сейчас лучников, поэтому я сейчас нажимаю переход, выхожу на камень и заказываю просто много пик. Заказываю много пик. Здесь сейчас что-то типа вот такого, тут что-то типа вот такого. Блин, ну как же плохо, что я это все теряю. И давайте реально поставим второй барак. Сделаю, наверное, ап на атаку, если на броню. Или вообще все эти апы делать не надо. О, тут была лесопилка, это кайф. Так, теперь мы пойдем на ту горку контролировать. Так, ну, интересно, интересно, тут все закручивается. Как бы он должен меня сильно обгонять. Вообще 19 минуты он вот прямо сейчас должен перейти. Даже со стенами, даже со стенами. Надо теперь на базу, наверное, поделать. И тут очень классно, если я смогу... Блин, он может быть где-то будет делать, да? Где у него камень? А, камень мы видели, да? В принципе, я смигаю, что он на камне. Давайте чекнем на всякий случай. Обязательно Таунвотч. У нас очень много вижена получается. Очень много вышек близко к его базе. Много стационарных тут вещей. Так, ну, или на фору отправить. Все, у нас, значит, дешевая осадка. Значит, мы будем юзать в этой игре дешевую осадку, опять же. Как выходит, как получается. Так, он перешел. Не то, чтобы прямо быстрее, а медленнее нас. Вот, вторую конюшенку пока от него не видно. Обязательно вот этот апгрейд. Обязательно ТЦ-шечку заказать. И монастырь, чтобы нас на базе не зарейдили. Сейчас надо подумать над тем, чтобы нас не зарейдили. Вот, здесь будем пиками пытаться его как-то напрягать. О, городской центр. Класс, тоже подгорка. Это означает, что у него два ТЦ подгорка. И сейчас мы постараемся, я постараюсь посильнее подобывать лес. Именно за счет леса мы будем тягачить его тут. Так, апгрейды. Ух ты, плюс два, плюс один. Очень, очень качественные апгрейды здесь. Но он, естественно, отбегает в рейд. Правильное решение. Вот, у нас здесь уже заказываются... Блин, даже одного коня, наверное, закажу. Че, у меня ресурсы есть. Вот, здесь сейчас... Блин, че, не хватает на осадку, да? Все, не хватает на осадку. Где МЛС, ребята? Да будьте лес. О, класс, он побежал на камень, именно в принципе, хорошо. Очень важно свербануться. Вербовка прошла успешно. Так, ну что, я вроде бы все расконтролил. Очень хотелось бы эту вышку там сохранить. Обязательно. Туда-сюда, туда-сюда. Да. Отлично. Это очень здорово. Так, ну что, теперь по счету у него показывает все еще лучше, но я не уверен. Потому что я теперь пушу его с горочки, у нас дешевая осадка. Я его уже конвертил. Можем, конечно, попробовать... Пойти вперед... Монахами. Монахами. А-а-а-а-а. Блин, она не захотела стрелять. Это обидно. я могу прийти это цель на самом деле построить да можно по религии постараться собрать если что готов меня атаковать тоже монастырь строить хорошее решение ай-яй-яй-яй-яй-яй ладно подемочну не ус маленько да классно отхилит коняшек все здорово он тут делает кроме того что он тут коней потерял хорошо так видите как важно я классную позицию там держу на мой взгляд так здесь еще конь скоро может это пробить да единственное у него плюс один тц все это время работает и вот оно блин замок так но на самом деле то хороший замок ставит как он прям по башке он прям по башке блин очень хорошему под него блин а теперь на самом деле проблема что непонятно каких мне делать юнитов давайте попробуем поставить там замок но есть просто вероятно что я не смогу этом построить нужно обязательно обязательно постараться не давайте мы сейчас коней все привести так вот такой какой-то замок вышечка упала обязательно нужно коней сюда привести у него пони слегка мне позиция опять же он сейчас будет делать этих бета я буду против них играть и не очень понимаю буду пытаться делать осадку что еще окна рада до того как замок достроиться мне пушит здесь не надо его ну конвертер хорошо прикольно выстрелил крест герой строй найс найс последний крест дострой этот замок ну что то конечно получается но реально меня всю игру пугает что у него выше счет ребят плюс ему хватило на замок так рано выглядит так будто бы он это выглядит так будто бы он очень хорошую экономику имеет вон реликвии как будто собраны так он мог нажать имперскую эпоху правильно ну чё погнали бояр поделаем почему бы и нет замок у него сейчас тут упадет чем можно попробовать что-то рано делать нет наверно не хочу так давайте сделаем вторую точку подбываем ресурсиков смотрите что я нашел блин а отчего а он сделано так ну давайте боярами по рейдинам маленько конечно может быть где-то монах мой хороший замок ставит ой-ой-ой-ой-ой жить не конвертится хорошо так замок он интересный ставит но я против все мне нужно 400 леса до чтобы мне замки не стоили камень ухта он там даже по цеху строит так это же здорово для меня и вообще посмотрите на счет офигеть вообще не что он там на покупал да или еще чего сейчас сломаем осадку непонятно знает он или не знает так сейчас у нас сюда придут ребята ой это конь герой ребята прикиньте это еще и сканверченный же конь это типа не 1 так а чё апгрейд есть давайте чуть леса купим сразу такой немножечко запирающий на него замочек запирающий замочек и мы начинаем просто много бумить начинаем просто много бумить или нафигеть неужели он реально просто собрал там этот так что давайте просто будем армию тогда клепать что наши себе можем много замков позволить можем может быть даже вторую конюшенку так ну все по счету я вырвался очень комфортно себя чувствую этой игре просто хочу сделать сейчас наверное все апгрейды которые которые можно там золото не дали добывать здесь золото мы не даем добывать и даже несмотря на то что ребята он малиец все равно выглядит так все равно выглядит так ну я наверно замок-то все равно дострою замок я все равно дострою так он перешел в имперскую хочу тоже нажать импы просто чтобы были начинает делать гбета но мне кажется гбета как будто слегка не то да давайте посмотрим есть тут кони ли он побежал домой опять же есть у меня возможность есть у меня возможность строить очень много замков и мы вот сейчас будем там просто рейдить на самом деле туда вот еще добежать да очень там много мои бояре нарезают очень много нарезают и не за этот он замок хотел на меня построить или что там важно что у нас технологии которую я сделал дешевые замки одна из основных сейчас наверно плющик славян на замке стоят не только камень но и дерево но зато по цене все очень и очень выгодно так здесь сразу первый треп если я ломаю это прям победа побед ой кстати нужен второй армор обязательно давайте чуть-чуть купим камушка и блин как же его классно по моему перерейдил сейчас вот я нашел наконец-то тут реликвию нашел тут наконец-то реликвию посмотрим что там блин как же леса не хватает я тупо покупаю лес а но он не убил же как раз вело в которых я там на лес отправил да так и вот так блин еще я напридумывал а я же еще по моему его камень добываю да блин ну давайте побежим так вот даже отправлю там камень его еще офигеть так этот треп упал хорошо блин а вот замок то что упал это не здорово такой хороший замок тут стоял ладно просто по фокусе все требы наш до нашей имперской эпохи правильно и gg даже моих импов не дождался классно классно славянином переиграл малейца в такой немножко макро игре то есть заметил горочку плохое золото настроился феодалии смотрите даже несмотря на ошибки мне много на что хватило здорово получилось здорово получилось это сыграть немножечко может быть микро моменты не доконтролил но я в целом сейчас первая игра сзади не так далее мне кажется что несмотря на это я очень здорово сыграла получилась очень интересная игра заюзали ровно те бонусы которые есть у нашей цивилизации прям реально ну почти не под не все ментов да по ментам ничего не юзали а все остальное в принципе было заюзно ладно такая получилась игра давайте быстро по статистике не забывайте с вас комментарии лайки подписочка на канал кто этого еще не сделал буду рад всех увидеть на следующем видосе и всем пока хорошего дня